и снова здравствуйте уважаемые ученики мы продолжаем наш специальный мануальный массаж сразу с воздействием на курсы связочный аппарат ну вот мы подготовили растирание сделали да разогрели у человека такое хорошее покраснение появилось вибрационной техники сделали ну к вибрации еще относится сейчас такую небольшую добавлю вставку в классике есть двойной кольцевой захвата когда мы так называем мышцы нашу чащих мышц это показывает ярко видно можно так опять пройтись несколько раз вдоль всего тела вверх и самое главное это будет обратно мышцу дальше захватить это более локально это нашими поруки стояли до более локального берем видео как змейку все зависит от тела человека насколько возможно ее схватить у кого-то нельзя спросить ну тогда просто соответственно большими пальцами основной основной смысл что мы большими пальцами оттягиваем от костей мясо то есть относится отростка вот это вот мышцы пары итак была небольшая повоза на звонок клиентов выпускать нельзя и мы продолжаем работу дальше после того как мы внедрили с большим пальцем да и сделали вот такую вот вибрацию подбитие осистых отростков на себя мы как бы дали организму понять что уже зашли глубже да наш палец проник гораздо глубже потихонечку адаптироваться подготовился ему теперь переходим к кулачкам начинаем работать любыми способами любыми частей кулака и этими и запястьями и вот этими косточками прям лапа леопарда как она делается это вот как будто бы кошка поджала поджала коготки подбиска к себе подучки наших ладони да чтобы не травмировать и соответственно будем работать как вот на сжатие да на разжатие раздвигания на вращение такое шестеренки называется и просто как-то ребенка с утяжелением и есть еще шестеренка друг против друга когда мы захватываем ткань зажатая между костяшками пальцев вот соответственно с лопаткой мы так и проходим где можно захватить мы захватываем шестеренками далее всю лопатку растерли с плечом и приподнимаем его для поднятия примерно вот точки приложения сфере 1 2 и 3 3 причем 3 плечо у здорового человека должно с лопаткой легко отрываться от стола и лопатка должна ходить вдоль ребер если нет из там все прижатом так плотно то соответственно что это проблема как у меня у тебя да все плохо отходит движение есть не прилегает к столу да значит грудные мышцы расслаблены это зубчатые мышцы спины стягивают назад потом в завершение приподнимаем и немножко так вот ситуация потрясли она должна выскочить высказывать как бы стечь на стол и паста вот после этого всю спину щипковым движениями растираем щипковым движением очень похоже на вот этот вот двойной пельсовый захват да только мы меняем пальчики вот на такие более жесткие вот почувствовать нас вот так мы прошли да я тебе говорю так вообще жёстче это он тоже на ухоу ловите во внимание и теперь мы как и говорил да то есть первая зона это возле сердца обработали вторая зона это вот средняя часть спины и поясница можно еще дробить нет смысла но от нее мы будем сразу переходить в ту зону который обработали то есть отсюда кровь там уже согрета ну хаотично пощупали и теперь такой прием открытия ключей у шлюзов то есть дальше будут шлюзы вдоль паравертобральной мышцы прямо от косточек астисты ставим кулачок острием прям туда вот эти пальчиками и отодвигаем паравертобральной мышцы в сторону 1 2 ведущая рука которая ближе к голове открыли ключи шлюзов теперь следующее движение это рука продолжает открывать шлюз теперь давай рука вода потекла открыли шлюз вода потекла открыли шлюз вода потекла открыли шлюз вода потекла точно жестко поэтому на раз у человека спрашиваем нормально терпим он тебе терпим он уголь на нет вот ну есть такой прием как бы нарисовать сильняшку на тюрьens человека практически это вот мы рисуем половинку цельняшки с этой стороны видно полоски да вот если заметили то вот этот параметебральную мышцу мы прямо вот валиком берем и вот видите отодвигаем, видно как она вбок сдвигается колбаска вбок выходит. теперь берем кулак всей поверхностью на тресце естественно не жалейте, можно сильно с усилием продавливать и вторую руку усилия добавить и своим весом добавить усилия продавливаем, но когда шли до стих отростков, сразу сбиваемся вбок, стих отростков не трогаем и всю параметебральную мышцу проводим и так с усилием до самого верха захватываем трапецию и мягко тянем ее назад тут приятно когда мягко, в смысле жестко, но медленно получается ну таких проходов можно два сделать, потому что по ребрам в принципе больно будет и щекотно первое хорошо пошло в кайф и сразу покраснел как следует далее берем лапу леопарда зажимаем и с утяжелением делаем гребенку переходный момент на поясницу и на ягодицу зашли ягодицу мы уже растерли до этого, поэтому переходим к более жестким приемам кулачками и костяшками пальцев прием называется куриная лапка, когда мы раздвигаем против четырех пальцев, большой палец в сторону отходит да, потянулись в разные стороны, пальцы не распрямляются, так же остаются ну помните, когда если у курицы видят отрубленную лапу, зажило потянешь, она разрывает ее, нажимает руку только поэтому так называется, то есть упираемся в вот эти вот ямки, которые в подвздошной кости да, вокруг нее находятся мышцы и между ассистыми отростками и крестцом вот тут идет тонкий слой мышц ну короткий, коротких мышц, вот они примерно то, что у нас пальчик такой сантиметр буквально это находится вот здесь вот, соответственно вот на этот вход, то есть ямка это кость, примерно сантиметр кости обходим и там начинается мышца и вот с той стороны вот мы эти мышцы упираемся примерно где L5 S11 сочинение здесь вот это место получается, вот в это место уперлись и отодвигаем мясо от костей а здесь идет крестец и начинается гребень в подвздошной кости, вот к нему крепится мышца ягодичная, большая ягодичная мышца крепится нам нет сейчас смысла все растереть, а именно только вот от костей отодвигаем ножом, 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 двумя руками получите, осталось все так плотно и жестко делаем потом всю ягодичную мышцу растерли и переходим к приему называется месить тесто кулачками плотную часть ягодицы так расслабься еще побольше, вот то есть все ягодичные мышцы хаотично начинаем сжимать, разжимать, сжимать, между кулаками разжимать во все стороны, сжимать, разжимать по диагонали в эту сторону, в эту сторону, достаточно плотно во все стороны растягивали, пораживали, спирально покрутили после этого отдельно проработаем крестцовое соединение вот где я вам говорил, да, вот там вот мы впиваем за пальчик, да и прям вот эти мышцы уже локально прорабатываем вдоль них, поперек где, собственно говоря, параметры собранные мышцы заканчиваются и уже крепится к лестцу вот этот вход можно отдельно, особенно перед мануальной техниками, пробить делаем с пальца такой молоточек, вот такой инструмент и при нем молоточком стучим, вбиваясь в эти мышцы вот туда поглубже у кого не получается вот так вот, да, или ноготь мешает, да, то можно стучать по костяшке вот это пальцы по этой косточке опять, помните, вот мышцы вот так идут и вот их пробиваем и с другой стороны тут, соответственно, сразу человек может спросить, с какой стороны больнее, да слева, да с той стороны проблема пояснично-крестцовое сочинение, значит, где-то будет проблема на будущее мы себе мотаем на лот, чтобы потом с ним отдельно еще работать сам крестец это пять срочекся позвонков у них остаются отросточки маленькие такие, нужно подойти посмотреть, вот вот между ними плотно пальцем на другую сторону и нежно так вот, обводим восьмерочки, такие рисуем, между каждым сестным позвонком доходим до места крепления с крестцом и прожимаем эту точку там практически две точки раз, два точки акукультурные они хорошо стимулируют половую функцию человека вот закончились вот эти ассистатроски вот ямочка, видите первая точка это ямочка вторая точка где начинается крестец вот копчик-копчик как говорится копчик а поскольку они сросшиеся, да то у них есть все равно боковые отростки если пять срослось, то между ними сколько будет промежутков? четыре правильно и вот в эти четыре промежутка выходит у нас нервы, вот они видите, желтинки показаны соответственно их мой они примерно тоже толщина с пальчиком пять, пять, четыре вот такие вот пальчик вот мы их нащупаем и акукультурно прожимаем то есть вот выходы нервов четыре только на опцию это может понять тут, конечно, вида не будет поэтому ближе к камеру даже нет смысла ставить потому что пока не просчитывается, да пока ваши пальцы чувствительность не поймут они вот не поймут где-то находится далее вот этот вот отросток уголок гребни подвозной кости любовно так обходим проминаем тут тоже еще бывает болезненно у людей тут бывают шарики всякие на нем накапливаются да и триггеры тоже обходим вдоль позвоночной кости она у нас вот эти мышцы заканчиваются да она, как правило, еще выше в случае где-то сантиметров пять у женщин бывает еще побольше цветов 8 10 большой то есть мы поэтому гребни обходим вибрацией по его поверхности снизу и над ним и теперь разворачиваем корпус встаем богом как бы к тазу потому что она уже будет прижимать до усиления одна рука будет работать до усиления вторую руку прижимаем чтобы человек не качался первое это мы делаем шестеренку проходим вокруг всех мягких тканей а вокруг это имеется два круга веса бездна кости то есть мы сделали проход раз два три у кого-то получится там четыре вот так второй проход кулаком полностью кулаком тоже поперек этих всех мышц сначала прям по гребне только смотрите не по костям это будет больно да по мясу сверху проход вторым по центру и третьим прям вокруг веса бедренной кости четвертый третий проход это теперь вдоль этих мышц но с вибрацией раз два три четыре на крюсце пять и наши пресловутые точки или пять с один остановились дальше по ассистно отросткам идти нельзя поэтому мы пальцы раздвигаем ну любые хотите эти сосис отростки должны пройти сквозь пальчики либо здесь либо здесь раздвигаем с утяжелением и расшатан теперь сам позвоночник облево вправо влево вправо достаточно глубоко медленно и так амплитудно вот проделали хорошо тебе вот классно замечательно вот а дальше мы перейдем к локтевым техникам то есть мы уже проработали я сейчас повторяюсь локально лачками эту часть эту часть от середины до верха и теперь переходим к более жесткой технике к локтевым техникам но об этом я вам расскажу в следующем видеоролике и не забудем поставить лайки и подписаться на наш канал с вами был Олег Аллав Гудвин ю-хуу